Уважаемый Геннадий Андреевич, уважаемые коллеги, как уже было сказано, я представляюсь из хозяйственных предприятий Дашков в Серпуховском районе. Предприятие может быть и небольшое, но мы производим около 30 тысяч тонн овощей, 360 тонн молока в месяц. И в принципе мы овощами и картофелем можем обеспечить Серпухов и Серпуховской район. Средняя зарплата у нас составляет около 30-35 тысяч, это заработная плата рабочих, доярок, трактористов. Можно задать мне вопрос, а почему, Виктор Иванович, так мало вы платите своим людям, а не больше платите? Поскольку мы производим овощи, значит сегодня цена картофеля составляет 7 рублей торговые сети берут, себестоимость 9 рублей. Вот в том году была цена 24 рубля, посадили картофели больше, не только мы, но и другие, произвели больше на полтора миллиона тысяч тонн картофеля. В результате цена упала. И все, кто занимался картофелем, все в минусе. Вот почему так происходит? А потому что нет никакого планирования, регулирования. Мы сегодня не знаем чего и сколько мы должны будем посадить. То ли больше, то ли меньше. Вот в это время обычно собирали до 2000 года, во всяком случае, собирали представителей Московской области, города Москвы. И мы заключали договора, контрактации, где были указаны объемы производства, качество и была цена. Сегодня с торговыми сетями мы заключаем на 50 страниц убористого текста, значит, где указаны все наши обязательства, но нет главного, нет цены и нет объема, что они его возьмут. То есть мы сегодня не знаем сколько и чего нам производить. Нас не собирает министр, который у нас пришел, так сказать, менеджер великий, управленец гостиницами. Он больше года работать ни разу нас не собрал, не посоветовался, не спросил мужике, а что вам надо для сельского хозяйства. Он только бегает к губернатору и докладывает, как все у него замечательно. А тот, наверное, верит. А у нас не очень замечательно. Когда Путин говорит, перестаньте кошмарить бизнес, то я вам скажу, нас проверяет 25 организаций. Те, кто руководитель, знают, что каждой проверяющей организации, каждому инспектору надо поклониться. И он тебе говорит, могу и на 300-400 тысяч вам выписать, а могу и на 20-30 тысяч вам выписать. Как вы, Виктор Иванович, к этому относитесь? Ну как, хорошо, даем картошки, морковки и вот так относимся. Последняя проверка ГИБДД была. Что они нашли у нас? Иван Андреевич, они проверили, у нас предприятие работает больше 85 лет, 87 лет. Значит, комнаты есть, они нашли медицинскую комнату, где она по размерам, значит, не соответствует и должна получить лицензию. А лицензия, значит, кафелем должно все сделать, нет и так далее. То есть, практически построить я должен эту новую комнату для того, чтобы получить лицензию. Я посчитал, она обходится нам в 700 тысяч рублей. Это для чего? Но они говорят, есть выход какой, интересно. А здесь есть, значит, организация лицензированная. Вы своего туда работника устройте, вы ему будете туда перечислять деньги. А за то, что мы вам, как бы, вы будете прикрываться нашей лицензией, вы нам платите еще от 20 до 50 тысяч в месяц. У меня доярка 35 тысяч получает. Это что? А иначе? А иначе, ну, лицензии-то нету, вам не дадим лицензию. Вот этот, я считаю, такой подход правительства к нам, он говорит о том, что он вообще не думает и не любит сельское хозяйство, вообще не понимает, что оно делает. Я уже не говорю, что у нас нет тракторов сегодня отечественных, сельхозмашин. Здесь присутствует уважаемый человек. Наверное, если бы ему сказали, что в 2016 году Россия не будет, аграрная страна не будет иметь своего трактора, не будет иметь своих машин. Он нас счел бы, наверное, этого человека сумасшедшим. Но это действительно так. У нас нет своего трактора. И почему я должен 15 миллионов платить повышенную цену за один трактор, за границу отдавать, да, 15 миллионов? Это деньги, которые рабочие заработали на поле. А я их должен отдать за границу завышенно, как минимум в два раза, потому что доллары и евро выросли в два раза. Дорогие друзья, я понимаю, что все устали. Значит, есть проблемы по семенам. То же самое, у нас нет отечественных семян даже. Мы все от заграницы зависим. Нет картофельных семян у нас, нет овощных семян. Об этом можно много говорить. Здесь передо мной товарищ выступал и сказал, что бестолку говорить правительству, оно все равно не слышит. Заканчиваем. Виктор Иванович, скажи им, сколько стоит килограмм картоши семян. Значит, семенной картофель, у нас нет его в стране, значит, Тюмени, значит, есть одна организация семенная, да, но там картофель, он не пригоден для нашего воспроизводства. И мы вынуждены элитный картофель закупать сегодня за границей по цене практически 98 рублей за один килограмм. А продаем сегодня по 6 рублей, это что? Это рынок. Это что, этими достижениями хочет Медведев хвалиться, который недавно сказал, да, нам надо брать у КПСС, значит, лучшее, что было. Надо выставлять свои достижения. Мне бы очень хотелось послушать об их достижениях по тракторам особенно, по семенам и по многим другим этим самым позициям. Дорогие друзья, когда здесь говорят, что бесполезно говорить правительству, значит, этим министрам, значит, они сидят, слушают и ничего не делают, я категорически не согласен с этим. Мы должны громко об этом говорить, кричать буквально на всех углах, чтобы они слышали, и чтобы у Люкаевым, Силуановым, чтобы у них в ушах ночью им снилось, что они ничего не делают. Что они ничего не делают. И может, им родственники скажут, уйдите по-хорошему, может быть, и лучше, уходи, все равно-то ничего не делаем. Китай рассматривает пятилетний план экономического развития сейчас. А мы что? Хуже? Мы лучше. Кто нас выведет? Я сегодня только рассматриваю и надеюсь на КПЛФ во главе с товарищем Сюхановым, потому что они выступают за плановую экономику и за реальную независимость от иностранцев.